День Деда Мороза и Снегурочки Интернета поинтересовалась их родственными связями. И что узнала? Оказывается, Снегурочка Деду Морозу совсем не внучка, а она его дочка, его и Снежной Царицы, родителями которой, в свою очередь, являются Кошмарная Мара и всем нам известный Кощей. Вот такая вот богатая родословная. Так что всеми нами любимая красавица Снегурочка, внучка Кощея. Если наши предки отмечали 30 января как символическое окончание зимы, то сейчас складывается ощущение, что зима вообще только начинается. На улице холодает, синоптики пугают еще большими заморозками, а в городе то и дело прорывают теплотрассы. Без тепла и горячей воды остаются многоэтажные дома, детские сады. На месте аварий дети страдают от ожогов. За историей коммунальных аварий пристально следит Банкфакс. Чем дальше, тем страшнее. Полиция Брус сообщает, что с начала года в трех районах края и в самом Барнауле зарегистрировано бешенство. И хотя в большинстве случаев бешенством болели дикие плотоядные животные, в число зараженных попал также крупный рогатый скот, собаки и даже одна кошка. В свете этих новостей стало совсем не весело натыкаться на улицы на стае бродячих собак. Оно как бы и раньше было не весело, а вот сейчас совсем. Снова о Барнауле, но уже в позитивном русле. Есть вот такой дочерний сайт Амитела, называется Барнаульское туристическое бюре. Здесь можно увидеть карту города и город на карте, узнать, что и где находится. Но это довольно стандартный набор. А вот изюминка сайта – это высказывание о нашем городе, беоизвестных очень широко и не очень людей. От цитат Александра Блока и Федора Достоевского до Эдуарда Лимона и Бориса Гребенщикова. Приятно, что редакция активно использует материалы барнаульских блогеров. А в разделе «Барнаульские истории» я вообще неожиданно наткнулась на собственный рассказ. В фейсбуковой республике Барнаул, давно мы туда не заглядывали, активно обсуждают и осуждают отключение барнаульским провайдерам телеканала «Дождь». Даже звучат призывы отказаться всем миром от услуг провайдера, если канал до 1 февраля не вернут. Я сама «Дождь» не смотрю, но праведный гнев поддерживаю, что называется мелочь, а неприятно. Впрочем, провайдер ссылается на формальность. Мол, не заключен вовремя договор и никакой политики. Не знаю, не знаю. Ну вот и все на сегодня. Делитесь в сети своими рецептами, как не провалиться под землю, не замерзнуть и не обжечься, отстоять свои права и не быть покусанным. А ссылки присылайте мне. Мне интересно. Всем привет, даст Бог, увидимся! Субтитры подогнал «Симон»